Модно и практично – сайдинг. Сайдинг под кирпич фотоотделки задумываясь, чем лучше обшить кирпичный дом снаружи. Многие хозяева останавливают свой выбор на сайдинге. Работу можно провести быстро, при этом такой вариант приятно удивить своими эксплуатационными свойствами, которые сохранятся на протяжении большого количества времени. Как обшить сайдингом кирпичный дом не так страшен и монтаж сайдинговых панелей, как это кажется многим простым обывателям. Здесь есть свои тонкости. В первую очередь нужно определиться, какой именно вид вам нужен. Металлический будет отличаться долговечностью и пожироустойчивостью. Но он еще гнется при силовом воздействии. И еще одно неудобство заключается в том, что такую облицовку нужно будет постоянно покрывать антикоррозийными средствами. И если каркас дома слабоват, то он может не выдержать подобной красоты. Виниловый сайдинг не будет иметь подобных недостатков. Здесь одни лишь преимущества – легкость, практичность, простота в уходе, антикоррозийность, покрытие. Да и сам срок эксплуатации может доходить до полувека. При любом выбранном раскладе работа будет проходить следующим образом – снимем все лишние внешние и навесные конструкции. Следует демонтировать все имеющиеся на фасаде подоконники, водостоки и наличники. Прокладываем по стенам утеплитель, можно рулонного типа. Для этого необходимо будет использовать очий материал поплотнее и покрепче. Монтируем обрешетку на фасаде здания. Изготовить ее можно самостоятельно из различных деревянных брусьев, металлопрофиля и досок. Для дверей и проемов окон нужно применить G-модели, которые повторят любой изгиб. Обрешетка под сайдинг Дополнительную информацию про кирпичный сайдинг можно прочитать тут. Чтобы обшить обрешетку, нужно будет использовать специально предназначенные дюбели для кирпичей. Предварительно проводим специальную разметку при помощи малярного шнура или отвеса. Следующим образом – делаем риски наверху и внизу через каждые полметра. Обматываем шнуром каждую из них. На него и будем ориентироваться, когда придет время прокладывать вертикаль. Сам профиль нужно будет начинать прокладывать с угла, выводя его насколько возможно максимально близко к краю здания. От угла протягиваем шнур на полтора метра. К нему будет крепиться следующий профиль. После этого устанавливаем горизонт и сливную планку. До конца ее закручивать не нужно, так мы откорректируем местоположение. Таких планок по периметру дома обычно делают несколько. При креплении сайдинга к брюшетке лучше всего оставлять зазор между самой панелью и гвоздем. Самую первую из рейк кладут вплотную к планке для слива. А уже потом к ней будет монтироваться до раздающей гася характерного щетчка и сама панель. Важно обратить внимание на места в сужениях крыш и стен, там нужны рейки уже финишные. Их не рекомендуется соединить с самим сайдингом. Здесь все выполняется следующим образом, панель должна подводиться вплотную и будет держаться только лишь замком с предыдущим рядом. Место соединения с такой рейкой расскажет о качестве обшивки. Здесь все выполняется следующим образом, панель должна подводиться вплотную и будет держаться только лишь замком с предыдущим рядом. Место соединения с такой рейкой расскажет о качестве обшивки. Клинкерный кирпич в облицовке и фасада. Производится материал на основе специального вида глины, которая входит их процесса, обжигается до полного запекания при температуре в пределах 1200 градусов Цельсия. Это позволяет получать материал разных цветовых оттенков. Облицовка фасада клинкерным кирпичом – самый дорогой вид отделки из всех рассматриваемых в этой статье. Но ваши затраты будут оправданы, поскольку этот кладочный материал обладает множеством преимуществ. Высокая прочность – даем 300. Морозостойкость – до 200 циклов замерзания, оттаивания. Низкое водопоглощение – 1,6% от объемной массы. Малый вес по сравнению с силикатным и гиперпрессованным материалом – пустотность может достигать 35-40%. Огнестойкость – материал выдерживает температуру до 1800 градусов Цельсия. Чем можно отделать кирпичные стены? В большинстве случаев внутренняя отделка дома из кирпича значительно более сложная, чем внешняя, которая осуществляется с помощью установки сайдинговых панелей, штукатурки или обыкновенной покраски. Если отделка требуется дому, в котором вы бываете только летом, к примеру, речь идет о загородном дачном коттедже, то ни в коем случае не используйте гипсокартон, так как данный материал очень плохо переносит воздействие влаги и изменение температуры. Не стоит оклеивать стены обоями, так как такая отделка может прослужить совсем недолго без отопления. В такой ситуации лучше всего использовать метод мокрой штукатурки. Помимо всего прочего, не стоит забывать, что в том случае, когда утепляется кирпичный дом, необходимо создавать пароизоляционный слой, который убережет утеплитель от чрезмерного поглощения влаги из воздуха, ведь это может привести к потере теплоизоляционных свойств и сделает весь процесс утепления совершенно бессмысленным. Внутренний тип отделки дома подразделяется на два основных этапа – черновой и чистовой. На черновом этапе происходит установка инженерной коммуникации, а также упомянутое ранее утепление. Если это предусмотрено проектом, то может быть сделана еще и дополнительная звукоизоляция. Чистовая отделка предполагает проведение всех необходимых работ сверху вниз, вначале потолок, затем стены, а в завершении пол. Такой подход позволяет избавиться от множества возможных проблем. Если в помещении установлены деревянные перекрытия, то их лучше всего отделывать при помощи вагонки, а если балки изготовлены из железобетона, то обязательно понадобится шпатлевка и оштукатуривание. Отделку потолочных конструкций необходимо согласовывать с отделкой стен, чтобы получить гармоничную композицию в интерьере. Те же условия и с напольным покрытием, которое также должно соответствовать общей концепции оформления дома или квартиры внутри. Размеры долгое время на отечественном рынке существовал единственный с точки зрения габаритов вид кирпича. Его и сегодня можно найти в продаже. Стандартные размеры кирпича составляют 250 звездочка 120 звездочка 65 миллиметров. Такой размер обозначается как 1НФ и называется одинарным К. Если говорить о прочих видах кирпича отечественного производства, то выделяют следующий. Евроки имеет меньшую по сравнению с одинарным аналогом ширину, поэтому по типу размера это 0,7НФ. Его габариты 250 звездочка 85 звездочка 65 миллиметров. Одинарный модульный КМ имеет габариты 288 звездочка 138 звездочка 65 миллиметров, а его размер указывается как 1,3НФ. Утолщенный кирпичку – это более толстая разновидность стандартного кирпича, в изделии она составляет 88 миллиметров, тип размер 1,4НФ. Кроме того, существует модификация утолщенного кирпича с пустотами горизонтальной направленности КУК. Камень включает несколько разновидностей кирпича, длина которых составляет 250 или 288 миллиметров. Ширина варьируется в пределах 120. 288 миллиметров, высота 88 или 140 миллиметров. Камень крупноформатный, как а также включает несколько видов изделий, минимальная ширина которых равна 220 миллиметров, максимальная 510 миллиметров. Ширина представлена тремя вариантами – 180, 250 или 255 миллиметров. Высота составляет от 70 до 219 миллиметров. Разновидностью крупноформатного камня является аналог с горизонтальными пустотами ККГ. Узнать об особенностях размеров можно, заглянув в сопроводительные документы изделий. Помимо указанных, важно знать расшифровку таких обозначений как Р, рядовой кирпич, Л, лицевой или фасадный, по полнотелой ПУ, пустотелой. Стандартное описание изделий выглядит Такопа 1НФ-102-050, ГОС-530-2007. На первый взгляд это бессмысленный набор знаков. Однако умея считать обозначение, несложно понять, что перед нами одинарный фасадный кирпич, имеющий марку прочности М100 класс. В средней плотности изделия составляет 2А мороза, стойкость 50 циклов заморозки, разморозки. Изделия соответствуют определенному ГОСТу. Для импортных кирпичей применяются другие условные обозначения, поскольку они имеют иные габариты. Рассмотрим наиболее популярные варианты. WF таким образом маркируются кирпичи размером 210 звездочка 100 звездочка 50 мм. УФ изделия чуть большего формата 220 звездочка 105 звездочка 52 мм. Диев еще более крупный тип изделий с габаритами 240 звездочка 115 звездочка 52 мм. WDF модель характеризуется габаритами 210 звездочка 100 звездочка 65 мм. Два Диев более крупный аналог Диев, имеющий размеры 240 звездочка 115 звездочка 113 мм. Это далеко не все возможные габариты отделочного материала. Более того, большинство производителей имеет собственные размерные таблицы и применяют оригинальную маркировку. Наконец, существуют кирпичи ручной формовки, которые не имеют стандартных размеров. В связи с подобным размерным многообразием следует приступать к расчету требуемого количества кирпича и его закупки только после того, как вы точно определились с типом используемого изделия и уточнили его габариты у поставщика. Автор статьи Виктор Ильяховский вам будет интересно. Виктор Ильяховский вам будет интересно.